В этой тетради список тех, кто ей поверил. Эта женщина подарила надежду на обогащение сотням москвичей. По крайней мере, так считает следствие. Ей 72, и ей есть что скрывать. При задержании пенсионерка отчаянно пыталась уничтожить документы. Сумки в руках рвала, скатывала, часть пихала в рот. А Левтина Моисеевна знает толк в финансах. Схема обогащения необычайно запутанная. Она предлагала своим будущим жертвам взять суду в банке и отдать деньги ей. Взамен обещала гасить этот кредит и платить доверчивому клиенту комиссию 10% от суммы. При этом гарантии этим махинациям якобы предоставляла некая западная бизнес-структура и ее загадочные российские кураторы. Я попросила по договору комиссии сделать мне оплату 1% от номинала банковской гарантии. Своей выгоды, утверждает пенсионерка, она не имела. Все для людей, только богатеете. На себя я не тратила ни копейки, я не покупала ни жилье, я не покупала никакие, знаете, там, золото в лямбке. Все, боже упаси. И первые клиенты действительно получали дивиденды за счет следующих. Но, как и всякая пирамида, это тоже рухнуло. Этот мужчина задержан вместе с пенсионеркой. Он работал ее водителем, хотя начинал свое сотрудничество с ней как партнер. Так она называла эту роль. Он дал ей денег, взял кредит в банке. И даже когда стал подозревать, что его обманули, согласился на нее поработать. И убедился, клиент Алифтины Моисеевны – это судьба. Ни зарплаты, ни обещанных богатств. В итоге этих денежных средств я не получил. Я получил за это 17 июля по сегодняшний день 30 тысяч рублей наличными. Это моя зарплата составила все. При этом я постоянно задавал вопрос, когда моя зарплата. Зарплата уже на сегодняшний день должна 100 тысяч. И помимо этого еще наличные денежные средства. И мой кредит также висит уже просрочкой. В доме задержанной оперативники нашли архив документов. Предположительно, работала женщина не менее трех лет. И чужие кредитные карты – около 200 штук. Несколько ноутбуков и долговые расписки. Судя по которым, деньги поступали и от обеспеченных людей. Они приумножали свое состояние. Можно только сделать вывод о том, что это человек, обладающий определенными знаниями в области экономики, высшей математики. Соответственно, уровень образования, естественно, выше. Сейчас выясняется, есть ли у подозреваемой подельники или такую сложную и реально работающую схему, женщина использовала одна и изобрела сама на восьмом десятке лет жизни. Всего обманутые жители столицы добровольно расстались не менее чем с 30 миллионами рублей. Следствие продолжается, а значит, эта цифра будет только увеличиваться. К тому же сумму можно смело умножать на средний кредитный процент. Большинство обманутых брали деньги в суды, в банках. В итоге, особо крупный размер ущерба и соответствующая уголовная статья мошенничества. В случае, если 72-летнюю задержанную признают виновной, ей будет грозить до 10 лет лишения свободы. Сергей Дрожевкин, Сергей Емельянов, Петровка, 38.